ну господи благослови мы отправляемся в рулетку приставим раз два три а потом никого не видит и у него все это путается он не знает очень много мусульман встречается я не к русским относятся лучше чем даже русские наши храни господь богу слава благодарим бога добрый день здравствуйте я дам это извините музыку выключу секунду мы православные христиане и желаем услышать от людей полезное сказать что ответить на вопросы я немножко другой мировоззрической позиции я надеюсь это не послужит поводом для неуважения друг другу мне кажется вы имеете большой опыт жизненный я бы хотел с вами пообщаться в целом давайте но если у вас большой опыт так хочется иметь вы сразу запишите мои данные зайдете в skype потом я в skype да нет нет я имею ввиду в рамках вот вот нашу я вас слушаю пожалуйста вот мне интересно вообще вы довольно пожилой человек в предполном возрасте вы находитесь в видеочате вы пользуетесь техникой мой отец в свои 60 он к ней ну так с ней с недоверным а вы в своем возрасте и пользуетесь ну как сказать мы смотрим на все что бог дал нам изобрести людям телефон интернет и вот это я узнал неделю назад что такая рулетка есть и мой брат там занимался он 17 лет был парализован сегодня его хоронят а теперь его нету я решил сегодня попросил так и заведите меня может быть я в него за сумею как-то заменить у меня есть свой фото youtube там 17 тысяч 300 роликов наших а не 13 тысяч 700 роликов вот как надо мы с нуля строим православную деревню я был 40 лет 45 лет начальник детского лагеря сейчас там музея образовали сами с нуля как показать как в бедности можно жить красиво и интересно и у государства ничего не просить работать быть у нас лозунг в лагере висит россия должна встать россия это мы тысячи детей поднять пришлось и не рубля государства нам не дала кроме преследований а мы бога благодарили молились и хорошие отношения остались ока youtube как ваш найти найдите записывайте во свете библии запишите вы не пожалеете зайдете там у меня сайт есть форум во свете библии открытым оком открытым оком игнатий лапкин это я запишите игнатий лапкин она вам откроет если так найдете youtube и сайт также называется и форум также называется у меня огромные ресурсы огромное просто вот у вас вопросы есть вы зайдете на сайт а я там отвечаю на 4124 вопроса которые мне в университетах задавали я вел занятия три радиопрограммы регулярно были я христианин и везде стараюсь на первое место рассказать о христе о смысле жизни понял когда с ним столкнулись с такой необходимостью отдать свою жизнь это было 27 сентября 1962 года я из армии только пришел и в это время я понимал жизнь как мы живем неправильно я не пил не курил не матерился ни женщин не знал я с детства знал что бог есть мать научила а дальше ничего не знал и тогда я работал на корабле поступил на корабль работал добился разрешения комиссии три курса сдать за один год по выбору комиссии на английском немецком или французском то есть передо мной широко открывались двери но в душе я чувствовал тоска я умру что дальше и когда мне в руки попала евангелие там вот я вам показываю посмотрите вот и здесь вторая часть написано евангелие вот допустим я открою вот как она стал псами идет но вы в любом храме можете купить то и я уверовал во христа покаялся и моя жизнь стала другая совершенно я пошел испытал всю подноготную атеизма мне пришлось пять тюрем пройти я первой стране издал архипелаг гулаг 50 книг начинал аудио златоуста жития святых и распространил по всей стране и ни на кого не ожесточился я знаю там мой крест бог дал там в тюрьме люди преступники каялись следователь обратился начальник тюрьмы умер по-христиански это бог делает так бог великий бог и поэтому я сегодня первый раз зашел первые часы меня хотелось узнать да тут кто попала нет я грудь и царо зерна есть 6 зерна и вот видите вы сегодня уже третий человек который пожелал говорить вот вы зайдете на наши ресурсы когда и вы поймете до этого времени у вас была одна жизнь притом ответы даются на основании библии то есть я должен и все знать что на ли святые отцы это 300 томов что говорят об этом жития святых 12 книг и книга правил вот четыре параметра вам будет очень интересно вот я студентам преподаю и допустим говорят от месяц я буду отвечать на все вопросы согласно библии и что сказали 300 поэтов россии за 300 лет по данной тематике как как объяснить меня жизнь моя жизнь она натолкнула на видение мира на его восприятие в как сказать видение атеистическом я атеист атеист это безумный библия говорит как откуда мир взялся откуда такая красота вот я вздумал пальцами шевелю пальцами вздумал моргнуть голову наклонить как так это миллиарды клеток здесь заложены в глазу там 700 тысяч колбочек кто это все сделал каждая птичка каждая бабочка листик все разное ты любое створение у себя посмотри что там на стенке где кто-то есть творец кто-то это сделал на вас майку эту футболку кто это сделал а тем более этот мир этот звезды космос кто имя ему бог великий дивный бог без бога жизнь не осмысленная жил-жил умер лопух на могиле а зачем жил то я считаю бог для людей религиозных является надеждой на жизнь не оканчиваясь не оканчиваясь не оканчиваясь здесь мне кажется бог это как вела и надежда на то что умер здесь мы сможем жить и дальше но именно биологическая основа же она полностью распадается здесь и вся наша биологическая суть весь наш опыт все наши знания вся наша вот именно а материальная природа она находится здесь и туда не уходит туда может быть духовная часть уходит но не сознательно сознание является частью мозга одну биологического биологической единицы это опыт который мы накапливаем и он условно если нас будут меня если меня будут хоронить по религиозным каким-то обычаям закопают в землю я в этой земле просто как органическое существо разлагаюсь и все весь информационный объем он как бы разлагается и просто стает существовать в виде материального накопителя а дальше он никуда не идет понятно понятно но вы этим довольны что превратитесь в ничто я не доволен я бы хотел жить дальше но я считаю это честный ответ для себя а знаете почему фиктор гиго говорит тяга к богу прямо пропорционально нравственности нет я не согласен ну не согласен одно но до вас прошли целое поколение два миллиарда христиан верят загробную жизнь два миллиарда мусульман в это верят и дальше буддизм возьмите атеисты 9 процентов и то только до могилы опыта ботисты вообще ничего не создали не изобретение не то зачем пьет запился споткнулся развелся а здесь все у тебя стройно тем более я молюсь и получаю ответ вот здесь мне близкий знакомый был семинарист четвергов вадим но я увидел в семинаре учиться и он выступает и хорошие статьи я а у меня вышло 38 томов книг 38 по 752 странице книги я собрал несколько книг и братьев отправил в храм я говорю сходите подарить этому семинаристу а теперь он стал священником проходит пять лет я утром встал говорю счет я его ни разу не видал а где он служит господи благослови вадима вышел в город гляжу идет человек мне рукой машет и сразу ко мне с ребенком а кто вы такой да я вадим четвергов я за пять лет один раз помолился он сразу на моих на глазах в моем биографическом пути тысячи чудес притом совершенно необъяснимых только бог мог это сделать я никогда не думал что где-то я буду в америке конечно мне второй раз когда арестовали мне было тяжело у меня такая работа была начитана магнитофон это он студии 10 магнитофонов пленки распространяю и вдруг арест все кончилось кончилось но оказывается я приобретаю опыт которого на воле я не мог приобрести следователь покаялся в кгб которые были люди все расположены в тюрьме преступники каялись оттуда нельзя было попасть а когда я освободился и теперь перестройка я реабилитировал стал судиться они мне должны были 11 миллиардов рублей то что у меня похитили ну это по сегодняшнему миллионов рублей 11 лет шел суд я его выиграл я в центре города нахожусь рассчитываться не чем бог дает судебного исполнителя которая пшеничкина фамилия и она сказала городской администрации она стала ответственная пока не рассчитаете слабкиным ни один бюджетник не получите рубля и тогда они недвижимостью рассчитались вот я где нахожусь сейчас это бог сделал в одном здании мы молимся тут живем как общежитие может быть то есть не для себя живи мне 80 лет а я не могу выйти из того возраста я все время с молодежью то со студентами то по путешествиях вот мы проехали от владивостока тихий океан до лиссабона я 38 томов дарил во все библиотеки в москве мои книги библиотеки ленина историческая парламентская 650 городов это бог позволил и везде собирался народ и везде одарил королевские библиотеки дании там другие места великобританию меня вызвали в америку я там ездил везде пропадал будучи неверующим я никому не нужен так я молюсь у меня живая связь с богом вчера у меня позавчера умер брат 17 лет лежал парализованный 7 позвонков у него разбились от удара 17 лет на вытяжку и вы зарядите где-то сергей парализованный в интернете он иконы писал на первое место мире вышел он работал в интернете у него только плечевой сустав двигался рукава так все скручено 17 лет и все из него там выкачивали и он только что умер сейчас люди туда летят может со всей страны на похороны он с богом не просто как-то с богом не то что я придумал бога у меня живая связь я молюсь и тут же получаю ответ так что это не просто все там я думал религия для слабых глупости это все с богом как пушкин говорил согласен стоять на выступе скалы над пропастью сплошной тьме одной ногой но осознавать что мое я не уничтожилось я буду сейчас задавать вопросы которые вы если не верующий вам это не интересно в россии был бум там эпоха возрождения там писатели поэты кто самый знаменитый поэт был в россии за всю историю кто самый умный вам же я не могу я вам отвечу иван андреевич крылов он стоял на балконе и люди проходили внизу приветствовали шесть часов непрерывно полной улицы такой чести добился кто еще сам того не думаю тоже не ответите это во франции было с виктором юго точно так же стоял на балконе приветствуем и всем народом без бога этого ничего нету без бога это пустота яма в библии 13 52 псалом говорится сказал безумец нет бога точка они развратились совершили гнусные дела нет делающего добра нет ни одного приходящих богу должен веровать что он есть и ищущим его воздает они верующие бога представляет бога лживым я цитирую библию вам с богом все открыто для меня нету смерти вот и гил там воевать я написал президенту путину что помогли мне через турецкую границу перейти стегиловцы на самом опасном участке быть это не играю не не то чтобы пиаритесь или что-то я с ними вместе я страдаю это хорошие люди хорошие но они не знают истины они вам не разрешат говорить заранее обговорим когда разрешат начальствующим основное время я буду там где бомбы падают ракеты русские и буду молиться и преступники будут другими я знаю силу молитвы понимаете вот мы сели за стол обедать в деревне там где деревне восстанавливаем то в лагере стол и в это время звонок а у меня подарили у меня нет еще свое все подаренное потому что я все раздал а звонят челябинска отец игнатий мы начали крышу перекрывать а тут дождь большой идет туча черная у нас все размокнет помолитесь представьте щелябинска в алтайский край братья мы бросили горит все стали давай молиться проходит часа два они говорят чудо-то какое туча шла раздвинулась и над нами окно стояла дождь везде хлещет у нас как окно какое и покрыли крышу почему они знают если мы молимся бог отверзает небо я вам не не прибывали а я ничего вот женщина пошла в роды где в германии она позвонила три дня назад примерно она за сирийцем и говорит я пошла в роддом уже все помолились она горит никогда пятый ребенок сейчас кажется никогда так легко не рожала и тут уже через час сидит опять в интернете отвечает то есть для нас нет границ для бога я прошу полезного мне надо ехать а денег нету нужна машина я должен отправить куда-то контейнер четыре тонны ставка потом каждую неделю заряжается книгами и развозить по библиотекам мира и вдруг незнакомый человек мне звонит калининград я могу назвать его имя помиля все что-то не выдумка вам деньги нужно на книге я говорю я книги кончил издавать у меня вышло их 38 бумажном варианте еще 7 в интернет нам по 800 страниц остальные книги он горит но возьмите деньги я говорю мы едем в дорогу я покупаю газель газель новую путешествие за границу газель но до лиссабона дойти это вообще перед нами падали на колени путин россия газель фотографировали и мы потратили на одно путешествие 444 тысячи рублей а денег нету в этот же день мне и знакомый человек не встречались он сразу перечисляет 200 300 тысяч а как я помолился вот мне надо утром выкупать книгу я вам рассказываю божественные чудеса а у меня ночью и два священника среди ночи звонок алё это барнаул барнаул они лежат слышат а я вечером сказал мне надо завтра книгу выкупать а у меня денег нету давайте помолимся мы помолились а выгод откуда да у меня нету и не знаю я к богу обращаюсь где на небе денег то нет бог кому-то даст указания мы сакраменто звоним америка и мы вот тут у дядя умер климентом а вас горит церковь климента я вернее не церковь а лагерь детские ну деньги мы вам высшим говорит по вестерн юнион получите завтра я утром иду получаю мы помолились у меня свидетели вышли утром деньги а у меня голуби голубя голуби это пища для истребов только взлетают кверху они там переворачиваются там карусель в это время ястреб хватает а вот прилетает около обе тогда взяли крест сделали с планок ребята осветили статой водой и пошли на берег на берег там среди тополя за привязали больше ястреб видели как вдоль летела би а сюда ни разу не прилетел с этого дня ему закрыт ход а там мелочь но это мелочь живая вот как это бог это живая вера это огонь вот мне 80 лет 80 10 июня будет а я не еще ни одной таблетки не съел и все время на физической работе все время выработка была 280 300 процентов я печник плотник и государство меня везде гнобила и давила а мне никакой нужды нету я с богом поняли это радость вот вы зайдете на наши ресурсы вы это увидите там я стою с мэром города вот там ректор университета такой не просто ректор разойдет обнимет как митрополит меня и и студентам говорит я перед этим человеком преклоняюсь а я никто у меня вообще образования никакого нету ну технарь техник строитель почему бог поэтому я радуюсь в этой жизни я бы ты его крови я наследует царство небесное вот этого я сегодня вышел в эту рулетку чтобы на вашу душу горит а я покупаю вашу душу во имя иисуса христа и даю вам все свои ресурсы спасибо спасибо мне было очень приятно послушать вас заходите а там в сайт если зайдете это скайп в скайпе игнати лапкин зарядите но только никаких аватаров никаких ников чтобы не было и прямо себя покажите принять иначе я буду блокировать и мы там можем побеседовать ваши вопросы все как положено вот сегодня наша встреча я считаю это от бога я помолился и сказал господи сергея нету его сегодня хоронят воронеже но он был два раза две в эту рулетку помоги мне может я сгожусь на этом я все время работаю в интернете как блогер но я первый раз зашел в рулетку тут разные люди много мусульман а я среди мусульман был отбывал срок у меня хорошее отношение с ними и вот тут бог послал вас значит бог ответил на мою молитву я нужен оказаться в этой рулетке я выигрываю вас от сатаны и дарю вам путь ко христу евангелия тяна 14 6 написано я ясен путь истина и жизнь никто не приходит к отцу как только через меня говорит иисус христос ищите православную церковь храме там где-то побудете купите себе библию только к она не чтобы это полная православная была а то сектанты 11 них оторвали от них но видели ну вот так когда посмотрите библия священного писания ветхого нового завета она дорогой стороне по благословению блаженнейшего владимира митрополита киевская и все я украины то есть это православная библия но она не православная то есть православная издательство синодального перевода сено сено 1876 году перевели для вас начнется новый день сегодня же ты скажи господи я не знал принять крещение обязательно с полным погружением у нас в озере крещение идет вот нынче 7 июля будет оно должно быть бесплатно у нас церкви вот мы у нас отдельно мы церковь тут есть православная у нас тарелка не ходят свечи не продают свозь покупают на пасеке вьют все бесплатно но платится десятина по слову божию ладно спасибо 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 храни вас господь все и началось все давай выключаю стоп стоп что-то будете говорить нет не буду больше начало сказать впечатление ваше молитвам серьги брата нашего я же мне тут делать ничего совсем у меня я еще в америку не ответил все еще лежит письмо не отвечено и сколько писем утром составит события дня но я вчера уже думал об этом помолился господи помоли там брата сергея он же страдает страдал а теперь может быть я потяну это в эту рулетку щат рулетка ну вот я думаю неплохое было начало но мне надо чтобы были двое потому что записи нету это значит на вечером так как я тут выключать здесь вот эту все закрывайте просто и вся просто закрывайте и все а как закрыть вот эту вот щат закрыть саму вкладку закрывайте все не понял просто вы закрывайте крестики все ну поста куда поста этот вот да а туда как опять я войду туда а я вам закладку оставил вот так мы все туда богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала а а ы э э э э э э э э Субтитры создавал DimaTorzok